Для того, чтобы наблюдать за бобрами, нужно выбирать другое время. Вы попали на страницы книги животных. И я, Антоний Ковалев. Привет! Наш сегодняшний гость – очень влиятельный тип по отношению к окружающей среде. Этим и интересен. А теперь давайте во всем разбираться. Кастор Фибер. Бобр. Грызун одноименного семейства. Первый по своим габаритам среди грызуновой братьи в Старом Свете. Своими размерами он уступает лишь южноамериканской капибаре. Бобриное семейство ныне насчитывает два вида. Европейский бобр и канадский бобр. Запомните. Бобр, 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 а не бобер. Словом бобер обозначает его шкурку. Или изделие из нее. Бобр. Животное? Бобер – его шкурка. Едва ли кому это понравится, если его назовут шкурой. Не обижайте бобра. Этот зверь распространился почти по всей Европе, а азиатская граница его ареала проходит по северу Казахстана и Монголии. Жадные, ненасытные гомосапиенцы испокон века нещадно промышляли бобрами по различным причинам. Настолько, что к началу 20 века животинки были практически на грани на большей части своего исторического ареала. Современная распространенность животин – результат кропотливого труда по акклиматизации и реинтродукции бобриков. Ну, у кого-то совесть все-таки заиграла. Вообще, в человеческих обычаях сначала накосячить как следует, потом исправлять свои ошибки так, что порой исправление этих ошибок по ущербу с измеримы самими ошибками. Таким образом, для восстановления популяции европейского бобра был использован его канадский собрать, которого вот так вот с виду и не отличить от европейского. Но, видимо, исходство, обман и иллюзия. Генетический анализ показал, что канадский бобр настолько далек от европейского, что не просто не в состоянии с ним скрещиваться, да еще и очень дерзко вытесняет европейского с его привычных обиталищ. Не единственный случай в природе, но это уже совсем другая история. Наш приятель бобро – дендрофак. Этим словом обозначают гастрономические пристрастия животин, а не то, что вы там могли себе подумать. Соответственно, тощит только деревья. А, если быть точнее, молодую поросль и древесную кору. Излюбленными ништяками грызуна является древесина мягких пород. Липа, вяз, осина, лещина. Дуб и ольху ест гораздо меньшим аппетитом, но использует в качестве строительного материала. С удовольствием поедает дубовые желуди. Бобр – очень хозяйственный и предусмотрительный зверь, поэтому на зиму предпочитает делать запасы провианта прямо на дне запруды. Осенью начинается заготовка вкусненьких веточек, любимых деревьев, которые зверь втыкает прямо в дно водоема, где пища сохраняет товарный вид весь сезон. Богатую, трудно усвояемой целлюлозой пищу, бобру помогают перерабатывать микроскопические друзья, проживающие в его кишечнике. Летом же бобр охотно употребляет молодую травку. Для своей размеренной, но весьма занятой жизни, бобр выбирает медленно текучий водоем. И ежу понятно, что бобр ведет полуводный образ жизни, для которого у него есть все необходимые адаптивные примочки. Густой мех, обильно смазанный жиром, чтобы не промокнуть до нитки. Подкожный жир, чтобы не перемерзнуть и не стащиться в холодные суровые времена. Перепончатые лапки, чтобы быстро плавать и копать мягкий грунт. На задней конечности имеется даже раздвоенный коготок, чтобы им как раз и причесывать жирную шерстку. Хвост, подобно веслу, чтобы им рулить и пугать врагов грозными ударами по воду. Да, животина может постоять за себя передрягом. И в случаях, если запугивания не помогают, в дело могут пойти крепкие острые зубы. Под хвостом, ближе к анальной жопе, у бобрика имеется парная железа, которая источает пахучий секрет – бобровую струю. Это одна из причин, по которой гомосапиенсы стали промышлять бобрами. Это приспособление, бобровая струя, выполняет исключительно коммуникативную роль. Таким образом, бобрики чатятся в своих пахучих социальных сетях. Возможно, странный способ общения, но в природе все методы хороши. Несмотря на то, что наш сегодняшний герой – знатный жарняк, он самый настоящий трудяга-работяга. В отличие от многих из вас, жирные ленивые жопки. С сумеречного вечера до раннего утра грызун валит и таскает деревья с помощью своих неутомимых челюстей и сильных лапок. Всю ночь животина занята стройкой и отделкой. А чем занимаетесь всю ночь вы, сидя перед экранами своих мониторов? Расправа бобра над деревом – целое искусство, в чем грызун – непревзойденный мастер. Это не настоящий череп, всего лишь муляж. И давайте-ка рассмотрим, как бобр орудует своим инструментом. Верхней челюстью грызун упирается в ствол, а нижний уже начинает усиленно точить, работая как пилой. Имейте в виду те, кто решит перейти дорогу бобру. Между этими зубами может оказаться не ствол дерева, а ваш ствол, или же бубенцы, если таковые вообще у вас имеются. За ночь эта животина препарирует большое дерево полностью. Массивный ствол валит, отделяет от него ветви, молодые съедают сразу, пока горяченькие, а обработанное бревно используют в строительстве плотины, постройка которой – целая технология. Всякое строительство ведется ночью, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Однако нельзя назвать бобриную работу «тихой», но их соседей это, кажется, не всегда беспокоит. Большие массивные стволы бобры доставляют к стройплощадке по воде, используя в этих целях так называемые бобровые лазы, которые протаптывают и прорывают своими бобриными перепончатыми лапами. Сначала обработанные бревна втыкаются в дно реки, затем к ним присоединяются ветви и огрызки помельче. Все щели между деревьяхами тщательно замазываются илом и глиной. Если же в плотине образуется течь, ее вовремя устраняют, чтобы уровень воды в запруде был постоянный. В центре такой запруды бобры возводят хапку, где, собственно, и живут. Вход в их жилище обязательно располагается под водой. Ну, не любят они непрошенных гостей и вообще нечего их беспокоить. Вот, собственно, такое вот удивительное архитектурное сооружение, буквально из говна и палок. А ты даже табуретку своей мамке сделать не можешь. Плотина перегораживает течение реки. Уровень воды повышается и образуется запруда, в центре которой грызун и строит свою хатку. Зачем? А чтобы его оттуда не достали голодные хищники и недовольные соседи, когда боброта будет устраивать громкую пати. И иногда можно обойтись и без строительства хатки. Тогда звери будут селиться в норах по берегам рек. Но в любом случае вход в жилище будет располагаться под водой, чтобы непрошенные гости не могли достать хозяев. Бобры – семейные и домовитые животины. Их семья состоит из родительской пары – сырников свежих и сырников прошлогодних, которых сырниками уже не назвать. Если вам 30 лет и вы до сих пор живете с родителями, не парьтесь, посмотрите на бобров. Несмотря на традиционные семейные ценности и видимые пуританские нравы бобров, их сексуальная жизнь несет самый что ни на есть экстремальный характер. Пора секси тайма – январь и февраль. И происходит все это прямо в ледяной воде. Подо льдом. Попробуйте и вы. Сырники испекаются в апреле-майе в количестве от 1 до 6 штук. И уже на второй день способны плавать, чему заботливая мать обучает детенышей, буквально выталкивая их из хатки. Странно, что так рано приучаются к самостоятельной жизни, но живут с родителями аж до 2 лет. Очень многие гомосапиенсы заняты бесконечным поиском смысла своего бренного существования. Что насчет бобров, то вот их жизнь нельзя назвать бессмысленной. Бобры – гордые обладатели большого биологического значения. Если же деятельность гомосапиенсов чаще всего сводится к пустому, бессмысленному уничтожению, то бобры невольно создают прекрасные условия для жизни других животин. В стоячей воде за пруды поселяется множество водных насекомых, которыми питаются рыбы и их мальки. Этими же насекомыми охотно питается выхухоль. Это название редкой животины. Также очень часто в бобровых хатках поселяется андатра – другой грызун из другого семейства. Их можно перепутать. Помимо всего вышеперечисленного, гомосапиенсы ценят бобра за мех, из которого изготавливают множество всякого шмота, за бобровую струю, которую используют в парфюмерии, ну а за вкусное мясо бобра любят не только гомосапиенсы. Ну и напоследок книга животных развеет несколько бобровых мифов. Бобр не пользуется своим хвостом как инструментом при строительстве плотины. Бобриную струю не используют в качестве смазки для изделий из бобриного меха. Ну, вы же помните, как используют бобры свою струю? Бытует мнение, что если случайно угодить своей ногой в бобровую хату, то бобр, находящийся там, непременно вам ее отгрызет. Это не так. Волею нашего Всевышнего бобры живут и процветают. Но это совсем не говорит о том, что не стоит их беречь. Ну, красивый же зверь, правда? Вам понравилось? Ставьте лайк. Это вдохновит нас и порадует. Вам не понравилось? Оставляйте свой злостный комментарий. Это продвинет видео в топ и порадует нас. Подписывайтесь на канал. Это порадует нас и воодушевит на создание новых роликов. До встречи на страницах книги животных. Аве, медоед! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова